Эдуард Осадов – советский поэт и писатель, который прославился патриотическими стихами о родине, мужестве и дружбе. Пик популярности пришелся на послевоенные годы. Жизнь Эдуарда Осадова, талантливого советского поэта, война разделила на до и после ранения, забравшего у него зрение. Несмотря на травму, поэт сумел продолжить свой творческий путь, получил образование, женился. Родился Эдуард Осадов в сентябре 1923 года в городе Мерв, это Туркменская ССР. Родителям будущего поэта и прозаика были интеллигентные армяне. Настоящая фамилия отца была Асадьянс, а звали его Артас. Позднее он меняет имя и фамилию на более привычный для русского слуха Аркадий Осадов. Семья жила в непростые годы, когда шла гражданская война. Отец участвовал в революционных движениях, за что и получил тюремный срок. Потом примкнул к большевикам, начал службу комиссаром, следователем, был командиром стрелковой роты. После отставки Аркадий Осадов женился на Лидии Гурдовой, матери будущего поэта. Она работала учительницей. И эту мирную профессию выбрал для себя и Аркадий Осадов. Юность Эдуарда проходила в атмосфере маленького провинциального туркменского городка с его незабываемым колоритом. Но семейное благополучие длилось недолго. Уже в шестилетнем возрасте в биографии мальчика случилось трагическое событие. Скончался его отец. Умереть в 30 лет, гражданскую войну от кишечной непроходимости, а не от бандитских пуль – это было необычно. Мама Эдуарда не смогла находиться в городке, где каждая улочка напоминала ей о покойном супруге. Поэтому Лидия Ивановна переезжает в Свердловск, где жил ее отец. В Свердловске маленький Эдик пойдет в первый класс, а уже 8 лет напишет свое первое в жизни стихотворение. Так зарождался и развивался его талант. Через время, видя склонности мальчика, мама записала его в театральный кружок. Эдику пророчили большое будущее, видя его пыл и разносторонние интересы. Эдуарду нравились рифмовать слова и компоновать их в четверостишье. Мальчик писал стихи не только о том, что видел вокруг, но и о своих чувствах. Мама сумела привить сыну любовь как к литературе и поэзии, так и к истинным чувствам, страсти, преданности и искренности. Выше всего мальчик ставил искреннюю и настоящую любовь. Биографы предполагают, что тяга к высокому передалась Эдуарду на генетическом уровне. Родители Эдуарда поженились по любви, несмотря на разные национальности. Впрочем, в Советском Союзе такие браки были нормой, а меркантильность обществом презиралась. Бабушка Эдуарда была родом из интеллигентной дворянской семьи, но потом сумела пойти наперекор воле своей родни из-за любви и вышла замуж за английского лорда. И даже война не мешала Эдуарду писать стихи. Сердце поэта переполняли новые чувства и эмоции, которые он спешил переложить на бумагу. Так появились стихи о дружбе и предательстве, героизме, отваге и трусости. Своё творчество Эдуард сразу же декламировал сослуживцам, чем здорово укреплял боевой дух товарищей. Критики ещё много скажут о чрезмерной идеализации быта солдат в творчестве. Мол, в окопе и под выстрелы гранатомётов не получится мечтать о любви. Но поэт писал, как видел и чувствовал. В 1944 году война даёт Эдуарду очередное испытание. Когда наши брали Севастополь, вся батарея Осадова была разбита в пух и прах. Однополчане погибли. Эдуард, не колеблясь, принимает решение загрузить все оставшиеся боеприпасы в грузовик, чтобы помочь советским воинам на соседнем боевом рубеже. Он сумел довезти машину, но уже в конце пути получил опасное ранение в голову осколком разорвавшегося снаряда. Далее жизнь поэта протекала в госпиталях. Врачи констатировали опасное для жизни ранение и не давали никаких оптимистических прогнозов. Вопреки всему, парень выжил, но навсегда ослеп. Эдуард впал в глубочайшую депрессию, так как не понимал, кому нужен слепой и беспомощный молодой человек. В то сложное время Осадова, как он потом признается в интервью, спасла любовь. Любовь поклонниц к его красивым стихам, которая потом перерастает в чувство к автору. Переписанные от руки листочки с творчеством Эдуарда передавали друг другу. Интересно, поэт и сам того не заметил, как у него появились сотни поклонниц. Они регулярно навещали своего кумира в госпитале, а как минимум шесть из них были готовы выйти за него замуж. Поэт-герой выбирал лучшую, по его мнению. Первой женой Эдуарда стала артистка детского театра. Но брак молодых людей оказался непрочным. Девушка спутала искреннюю любовь с мимолетным увлечением. После войны Осадов продолжил свою деятельность в качестве поэта и прозаика. Сначала он писал для себя «Стол», не решаясь публиковать свои новые работы для широкой оценки общества. Несколько своих работ Осадов отправил на оценку Корнею Чуковскому, мнением которого дорожил. Сначала Чуковский раскритиковал творчество Эдуарда, но потом поменял свое мнение о поэте. По его словам, у Эдуарда имелось подлинное поэтическое дыхание. После таких теплых слов у Осадова появилась тяга творить и постоянно самосовершенствоваться. Он поступает в Московский литературный университет, который успешно оканчивает в 1951 году. Далее появляется сборник его стихов «Светлая дорога». Эдуард становится членом КПСС и Союза писателей. Появляется долгожданное признание со стороны почитателей творчества среди представителей власти. На фоне своей растущей популярности Осадов часто проводит литературные вечера и встречи. Но при этом у Эдуарда не появляется звездная болезнь. Он так и остается скромным, отзывчивым к чужой беде человеком. Издаваемые книги раскупались практически сразу. Осадова знали, читали, любили. Из писем своих читателей Осадов получал необходимое ему для дальнейшего творчества вдохновение. Рассказанные людьми истории из реальной жизни становились основой для его новых произведений. Всего писатель выпустил около 60 сборников стихов. Обостренное чувство справедливости Эдуарда передавалось и в стихах. В творчестве чувствуется неповторимость интонаций и жизненная правда. Главной темой творчества Осадова была родина, а идеей верность и мужество. Осадов любил жизнь во всех ее проявлениях и переносил эту любовь на бумагу. Стихи поэта переводили на множество языков союзных республик. Хорошим тоном в те времена считалось иметь на полке книгу со стихами Эдуарда Осадова. Первый брак с поклонницей оказался неудачным. Со второй супругой Осадов познакомился на концерте, проводимом во Дворце культуры МГУ. Девушка была актрисой и попросила выступить раньше Осадова, так как спешила и боялась опоздать на самолет. Завязалось знакомство, дружеское общение, которое со временем переросло в отношения и брак. Галина Разумовская мастерски владела художественным словом, поэтому молодым было интересно проводить время вместе. Девушка не пропускала творческие вечера мужа. От Галины исходила моральная и физическая поддержка. Именно ради него Галина в 60 лет пошла на курсы вождения автомобиля, чтобы Эдуарду было проще передвигаться по городу. О личной жизни Эдуарда Осадова и Галины Разумовской можно сказать одно. Пара прожила всю жизнь в любви и согласии. Их разлучила только смерть Галины. Супруги душа в душу прожили 36 лет. В 2004 году поэта не стало, но память о нем не умирает. На его стихах воспитано несколько поколений людей. Творчество Осадова сочитывается и в наши дни. Поэт оставил после себя большое культурное наследие. Стихами его творчество не ограничивается. Эдуард Осадов писал эссе, поэмы, повести, рассказы. Пик популярности творчества поэта пришелся на 60-е годы минувшего века, в эпоху расцвета СССР. Но и сейчас интерес к его красивым и содержательным стихам не угас. В 2017 году его книги переиздавались и раскупались. Появилось несколько аудиокниг о поэте и его творчестве. Биографы написали о жизненном пути Осадова много научных трудов.